Он не придет за нас в кровь проливать. Он придет судить нас. Судить за то, что мы сделали. Он один раз только за нас добровольно, за меня пролил кровь, как и за всех. За меня, за делающих грехи. Он пошел добровольно на смерть. Смогу ли я за другого человека пойти на смерть? Я не знаю. Но он сделает. И теперь грешить, понимая, что ждет, я не могу. Я боюсь просто этого. И я вот с этим дальше живу. И хожу в храм, стараюсь жить по канону, по западу, и ситуация сегодня в храме такая, что какое есть сейчас, на меня православные нападают. Ты сектант. Вот вчера, вот вчера, я сектант. Ничего не знаю, ты знать не хотел. Я от батюшки уже говорил. Он, ему иногда неприятные, вот эти обличения мои. Но я говорю, все равно говорю. И на меня такие нападения были. Это что? Это умным непостижимо. И поначалу я немного переживал. У меня трепет был такой. Потому что 10 человек там собираются, меня там разбирают, типа нападают. А сейчас я настолько к этому привык. Это слава Богу, говорю. Это мои лучшие друзья. Они у меня награду на небесах какой-то. Я-то всю свою жизнь связываю с Библией. Я-то ничего плохого не делаю против Библии, против Бога. И ничего не делаю плохого. Я знаю, что мне отвечать на суде Божьих придется. Но православные, что на меня нападают, недавно встретил одного сектанта, вот три дня назад буквально, буквально, четыре, он пятидесятник. И начали разговаривать, такая хорошая беседа, и у него вера горячая. У него горячая. Он про Иисуса Христа говорит, про Библию. Он любит Библию. Видно. Это не скрыть. У него глаза горят. Но он сектант. И я начинаю говорить ему, ты не в церкви. Он говорит, я не в церкви, это ты не в церкви. Я говорю, с чего ты взял? Ну-ка, давай разберемся. Он говорит, я знаю все, что ты скажешь. Я был долго в православии. Он мне символ веры раз на Иисусе рассказывает. Я все знаю, я много знаю. И я знаю, что где я, там любовь к Богу, любовь к Библии. Любовь ко Христу. А где ты, там хектанство. Там одни обряды, там нарушение заповедей. Там Мамона. Там ничего нет. Ты, ты, в хекте находишься. Ты, ты не в церкви. Это просто люди из православной церкви сделали бизнес на этом. Превратили в бизнес структуру церкви. И я, говорит, не хочу туда идти. Потому что там нет любви. Я говорю, но церковь святая и грешима. Он говорит, аминь. Я говорю, разберись. Просто разберись, что такое церковь. По Библии и святых апостолов. Разберись, кто как сказал о церкви. Ну, мало было времени, мы разошлись. Действительно, сегодня такая плачевная ситуация в православии. Что священники, они как наемники. Все говорят, кого встречают. Да там попрыгло, может, между ДСов. И это отражает действительность. То есть, они служат не Богу, а мамонию. Но туда не ходить нельзя. То есть, уходить оттуда нельзя уходить оттуда. Нельзя пропускать. Нельзя. Надо судить от канона. Надо приходить на литургию. Неукоснительно, обязательно. Потому что вне церкви нет спасения. Я это понял. И понял это благодаря Игнатию Тихоновичу. Кем бы я был бы, если бы не Игнатий Тихонович, кем бы я сейчас был, я не знаю. Я был бы, у меня такая, как это говорится, у меня росло, ну, я уже это слово даже забрал. Когда продвигаешься по лестнице, как сказать? Карьера. Карьера. У меня такая карьера росла. Это что-то. Это я даже не успевал понять. И я туда не без. Я туда, ну, не стремился. Меня затягивало просто. Просто затягивало. И выше, выше, выше. Даже в общественной палате Баратов в Москве засидал. А тут раз, и вот это, и я понял, что это глупость. Такой глупостью я занял заниматься. И слава Богу, что есть Игнатий Тихонович. Слава Богу, что есть братья и сёстры. Вот это потеряешься. Туда приезжаешь, это такое место, где раскрываются твои внутренние все страсти. Вся гординя, она сразу тут проявляется. Всё покажется. Тут, если ты сам, ну, не проявишься, тебя братья выведут на чистую воду, всё равно тебя покажут, где ты неправда, где тебе надо, когда есть братья, и сёстры. Это не надо. Это очень важно. Это настолько важно для духовного продвижения, для духовного срастания. Потому что без братьев во кресте, без братьев во кресте, я не кто тоже. Бог, конечно, я с Богом. Я всегда Бог со мной. Но вот этим единым духом с братьями быть надо. Это дорогого стоит. У себя в городе я один. Аминь, брат. Разговаривайся. А? Всё. Спасибо, Христос. Может, вопросы есть? Да, да. Может, какие-то вопросы. Согласно. Другие у нас, часто, наверное, на собрании, в интернете много. А как близкие вас воспринимают? Ваши близкие, дети, жена? Они привыкшие к тому, что меня постоянно куда-то несёт. Они к этому нормально. Это моё нормальное состояние, что меня куда-то несёт. Я говорю, у меня жена постоянно. А что дальше будет? А что следующее? Что тебя дальше ждать? Она постоянно. Но единственная беда в том, что жена, наоборот, она неверующая. Ну, у неё есть кресик, у неё и гонки стоят. Но она сопротивляется. Поначалу я когда уверовал, я ей начал рассказывать, свидетельствовать. Рассказывать. Ну, и немножечко насаждал полчаса. И она закрылась. Всё-всё-всё. Стоп, хватит, дальше не надо. И сыновья у меня, у меня хорошие сыновья. Дай Бог каждому таких сыновей, как у меня сыновья. Но они неверующие. К сожалению. Нормально относятся, привыкли уже. У них другого выбора нет, других вариантов нет. Тихо. Живёте вместе с сыновьями? Нет, сыновья отделились старшими ночеборками мастером бурганской работы. На варту ездит. Младший вот университет закончил, КНГУ. Двое с этого университета, самые лучшие выпускники. Сыновь служил в армии. И раньше я, например, был первый патриот в городе. И думал, что свои сыновья, мои сыновья обязательно будут служить. И вот младший отслужил, и у меня уже сознание пришло, я жалею, что он отслужил. И если я раньше призывников приходил, призывников наставлял, а сейчас я говорю, нет, оружие в руки братинфян, православные спорят со мной. Я говорю, я верующий, есть ад, ведь Божий, не убей. Не убей. Как вы можете с этим спорить? Бог сказал, не убей. Если убьешь, да родину защищать, туда сюда, Бога на первое место поставь. Он послал врагов. Они начинают там то, сё, к тебе домой придут, будут твою жену, твоих детей убивать. Ты что будешь делать? Я говорю, давай, ты верующий, верующий, давай Авраама вспомним. Не то, что враги пришли, не то, что кто-то напал. Бог сказал, примечи своего сына в жертву. это Бог сказал нам. Блинотехничка, минутку, я разрешите скажу. Я гляжу, он говорит, вы некоторый скучающий вид такой, не пишете, а вы по частям-то. Вот он только сказал такое, там пуглился, раз себе записал, и по два прошла. А у меня это есть, а я стрелюсь их о том. Он говорит, что в этом всё улетело, нигде нету. Меня вчера спрашивают, у вас конспекты остались? У меня не просто конспекты. Я размышляю, а потом печатаю. Я его домой размышляю, литературным языком размышляю. Почти 180 тысячи было у меня томов, 650 страниц каждого, только письма. И всё сожгли. И вернувшись, ещё 77, опять набралось. Это всё время надо работать. У вас нет, я же не заставляю, можете не писать, но рассказывать больше никто не рассказывал. Тут он живой перед вами человек. Звали Юрий, как всегда, Георгий. Простой мужик, обыкновенный шахтёр. Занимался военным делом, если я как понимаю, по патриотизме сел. А теперь всё, Бог открыл. Я вижу, что это отец скучающий, вид, как будто бы, ну, скорее бы закончил. Отец говорит, Георгий, ничего не пропусти. Пишите, и ставьте вопрос, а я хотел бы быть таким? Или я промолчу, ладно, что хорошим быть, не буду его обвещать. Вопросы к нему будут, они похожи, что они будут. Понимаете, вот как? Мы случайно, говорим, но случайного нет, а мы с ним познакомились, и теперь мы всё время вместе. Сделайте себя ревностными. Многие бегут на их стадище, на стадионе, все бегут, но один получает награду. Один. А остальные, остальные, и получают. Вот я спрашиваю, почему не записываете? Вот играют, пальчиком поручил, это маленький ребёнок, пять лет не делает. Там-то там, это положено без тебя запишет. Сама своей рукой запиши, что именно в момент, когда говорил, его интонация, как у меня подействовала, как он держался себя, как руки у него. Вы уйдёте, этого ничего не будет. Он говорит, зачем вы отвечали за других? Я всё всегда записывал и разрушлял. Вот прочитал отверженно Викторию Гугловича, это не Зарабра у них называется это. Фильм показывали, студенты пошли, студенты в армии были, солдаты, позевают, а меня до души пробрало. Там говорит, не было ли другой цели спасти не жизнь, но душу, душу спасти. Понимаете, как молния меня ударила. Я эту книгу достал, пошёл и фильм посмотрел, раз, другой. Всё правильно. И он умирает, вторая картина. И дети, приёмные у него, и говорят, отец, как много ты страдал. Он поднимает глаза, и вот так вот на весь экран оставили Франция и Германия, этот фильм. Виктория Гугловича. К распятию, он так уже умирающий. Нет, дети. Вот он, великий страдавец. Это он, Христос, великий страдавец. Вы бы знали, что у меня в душе делалось в это время. А я где буду? У меня ничего этого нету. Я это не пережил. Для меня это наступил момент выхода из ада, особенно он припекает, когда вот это вот бывает. И Господь открыл. Евангелие, наконец, в руках. Вот вы, мы Евангелие раздали, это десятки тысяч, только в алтаре. В каждый дом заходили и дали, и доставали. Всё. Отец говорит, что там собирая называют? Продолжите, что ещё? Записывайте. Единственное, что я хотел бы добавить, это когда веру в Бога, я во всём положился на Бога, во всём положился на Бога. Он мне дал работу такую, Он мне дал работу такую. Когда я работаю, и ко мне садятся люди вложения. То есть я перевожу, вожу запчасти, и ко мне люди в кабину садятся. Там механики, грузчики, продавщики, экспедиторы садятся. И у меня, как они в машину ко мне сели, у меня одна мысль, только одна мысль сверлит в голове. Если сейчас я ему не расскажу о Христе, а вдруг он завтра умрёт, и с меня будет спрос. Это с меня на суде спросят. Я мог ему рассказать, а я не рассказал. Ко мне один раз садится механик, он только от начальника вышел, у него пот на жгу, его трясёт всё. Ну, ему такое наставление начальник дал, и задание дал, что ему делать. И мне его ввести в другое место надо, чтобы выполнить задание. У нас всего лишь полчаса, полчаса мне его ввести до труда. И вот в этом он состоянии, и я ему рассказываю о Христе. Я ему рассказываю о Христе. Я нашёл дорожку к его сердцу, к его вниманию, расположил его к себе, и рассказал ему о Христе. И когда приехали, он в связях сидел. Он говорит, почему мне до сих пор никто не рассказал об этом? Я ходил в церковь. Я полжизни хожу в церковь. Я бываю на службах. Я свечки ставлю. Я на литургии бываю, причащаюсь. О Христе-то я ничего не знал. Вообще ничего не знал. И когда я вижу человека ко мне в узком помещении оказывается со мной человек, я ему сразу рассказываю о Христе. Ищу повод. Один раз даже меня чуть не побили. Со мной 4 часа до другого города ехали, 4 часа с боя. Я им начал рассказывать о Христе, они меня чуть не побили. Но потом едем, а не о своем. Я про свое думаю. И думаю, все равно я им расскажу о Христе. И потихоньку, потихоньку, потихоньку нашел дорожку и расположил к себе и все равно все-таки рассказал. И сейчас, когда по телефону кто-нибудь мне звонит, ну там риэлторы всякие, аферисты, мошенники, кредиты предлагают. А я им сразу... Раньше я отключал, до свидания отключил, а сейчас... Как я могу... Бог мне их посылает, а я молчу. И я им говорю, Христос воскрес! Он родился для того, чтобы умереть за нас, чтобы взять грехи наши на себя. Им благодействую. Это Бог мне их посылает, и я благодействую им сразу. Правда, они быстро отключаются. Видите, нет больше должности, как патриарх. Если бы мы ему дали другую должность, и патриарх как бы услышался, буду подражать. Многое изменилось. А патриарха... Я как-то говорил такое вот, где-то бывают совещания в архиереях. И священники там бывают, слушают. И вот архиерея может быть, может быть, если... Ну, боится. Думает, хоть бы один священник пробудился, стал вот так говорить о Боге, искал момент, как сказать-то. Ну, я бы горы свернул-то. А может, патриарх тоже лежит, и думает, там, что спорит патриарх, и да, у него нету. Вот оттуда у Петра были журнаны, а эти нельзя, да, они, им это не лежат. А если бы хоть один архиер обратился в митрополит, да поверил. Их это в семинаре не учат, и в академии, ни докторские, ни кандидатские защищают. Этого нету. Программы нету. Я заканчивал строительную технику в колледж. Я все же сказал, когда научить, как обращаться с людьми, это главное мне. Я с людьми работаю. Заканчиваюсь, даю диплом, стоит пятерка, а в голове гнуть. Я не знаю. Мне 20 лет. Дипломы 21. И меня, так как паралитарская семья, направляют в органы ВВД, в строго режимный лагерь. Сусыня. Я делать-то еще не умею так, по-своему, по-деременски знаю, а как? Вот у нас преподаватели, это еще нужно, как есть. И о чем он говорил, думай, как бы сказать. Один выходил, вот так, поле, корова пасется, он познакомился, как живешь, ну все. Расположены, говорит, завтра я ему о Христе расскажу. И о чем он пришел, ни коровы, ни в огне, до ночи умер. Я, говорит, вечером ходил и плакал. Простишники мне, Господи, это я назначил сроки. Не надо назначать, они нам не принадлежат. Очнись. Тебе все безразлично. А он ушел. Он мог быть, Богу спасенный. Это навеки, навсегда не повторится, уже никогда. Вот то, что он сейчас сказал, это только Дух Святой может побудить к этому. И Дух Святой, который на нем, скажи, Господи, коснись наших сердец. Почему я и хотел, чтобы он приехал, и он ехал уже, я думаю, как он перед вами скажет. Это урок. Урок, который по книжкам не проходит. Вы слышали, какая тоска у него была, что я не говорил им этим людям, разные леерные там, а то славу куда надо, а сказать о Боге не сказал. И вот когда ты так делаешь, я тоже скажу, я на работе, и в это время звонят. Ошибались, мой народ. Это бассейн. А я сражу там какая-то фирма. Бассейн. Я сразу говорю, да, говорю о бассейне, но бассейне, в котором человек прощение грехов имеет. Они сразу говорят, а где это такое? И знаешь, все уже пошло. Оно уже забыли, что искали. Я говорю, главное это найти бассейн, где священническими руками человек погружается трижды в воду. Так подождите, не говорите, что сейчас подруга сбегает тут рядом, в этом заведении. Перед заведением, начало учебного года, в университете преподавать. В это время, у меня телефона нет. Я у кого-то заранее договорились, чтобы найти, дали мне телефон. Не дали мне, чтобы разрешение семей быть. Я оттуда звоню, во все учреждения, заранее уже записал телефоны, и оттуда остались некоторые люди. И они простощили за собой других. Учителя были, там в тех, где-то в других местах были. Это на всю жизнь, это на всю вечность. Вот сейчас слышите, кто сказал, как его фамилия, запишите. И когда будете в интернете, выйдите на него. Потому что, когда бывает отчет за неделю, он выступает в сессии, я оттуда спрашиваю, а где брат наш, Георгий Подушкин? Он на работе каждый раз рассказывает, там, священник против него, потом за него. Главный родил, он исчезнет. Видите, он соглашается, что я говорю, почему? Но я маленько запомнил. А запомнил почему? Потому что полюбил его. И то, что он говорит, это мое. Я этим коприщем прошел 61 год. Где бы ни был, я проповел даже в Кремле, в соборе Василия Блаженного, когда был закрыт, в Акинском соборе, в метро, если перечислять будут, просто место нет, Санкт-Петербург, где-то там, где Петербург, ну, везде, везде. И везде кто-то как-то подходит. И люди разные. Я вышел только из храма, а там Покровский собор, такой, около Кремля, на народ окружил. А я стою с Ивангемой. Женщина подошла, мне трешку в карман всунула и говорит, я прошу, помогите. Я говорю, чтобы Хрущев сдох. Я говорю, нет, я не могу, да, надо, и наоборот. А так как деньги в суету, у меня правило. Я смотрю, сколько, дома пересчитаю. Пересчитал, сто рублей. У меня задача, в этот день дать хотя бы сто пять. То есть, чем больше мне дают, тем больше я беднею. Поэтому я взорвала и бояться, как бы кто-то сурочил. Меня не человек не упередет, что это дело ради прибытка и ради чего-то. Когда я издействую, если подарок, я еще посмотрю, брать не брать. Слышали? Мы с ним сошлись очень близко. Братье, я очень рад, благодарен Богу, что вы приехали. И считаю, что ваши слова все-таки упадут где-то на благодатную почву. Мы сказать ничего не можем. Я вижу, что никто не спит. Благодарение Богу. А кто-то записывает. А вы еще наедине подойдите. Да я ему доверяю, он плохого не скажет. У него путь непростой. Он сознательно пришел. Представьте, преподавать военные дисциплины, там, патриотизм. К родине. А я сейчас теперь понимаю, это сатанизм настоящий. Особенно в настоящее время. И он пошел на путь мира безграничной любви. Это Бог открыл. Никита, слышишь? Возьми за образец. Подойди к нему. А мне и после. Да еще ты спроси что-то. У вас новые друзья появляются. Юрий, человек нуждается в вашей помощи, а вы в его. Бывает где-то там что-то не так, а он как по юридической стороне может. Вчера предузнал, что у меня за письмо пришло. Отказали там 500 тысяч отец получил, человек чужой нам. Да благословите его, Господь. Я вставляю иногда, простите, что я послал своих, что-то там дела, да, я живой велосипед утащили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.